Здравствуйте, девчонки! Вот, подделывают даже Валентина, но так грубо! Такие грубые подделки! Новая коллекция весенняя. Иду на Пратта-Далавале встречаться с подругой, наполовину русской, наполовину украинкой. Смотрите, какие красивые цвета лодочки! И стоят они 235 евро. Простые марки. Внутрь не буду заходить, сделаю вам вот так вот. Она сейчас придет после детского садика. Ой, смотрите, это что такое? Фор Пен. Я ни разу не заходила в этот магазин, но мне кажется, это для молодежи, для студенток. Очень даже хорошая марка. Вот такие вот. Смотрите, как красиво все равно белая рубашка подходит под любой наряд. Тем более с ремешком. Джинсовое платье. Ну вот этот вот хорошо подобранный цвета. Даже туфельки подобрали. Бежевого цвета вот к этим вот бежевым лепесточкам. Желтая сумка всегда хорошо. На весну. Пошло, эти собаки. Все время дерутся. Так, дальше посмотрим какие-то. Дикси. Дикси или как ее зовут? Тоже ничего никогда не купила. Дикси. Но красиво сделали образы на манекенах. Черно-белые. Пуфельки нравятся мне. Босоножки. А вот эта вот косичка на босоножках будет натирать. У меня были такие Серджио Росси с косичками. Как они мне летом натирали кожу это вообще. Брюки красивые вот так вот. Белые на весну. Ой, розовый цвет какой красивый. Но для меня, для моего вкуса слишком яркие. Я такие слишком ярко розовые не ношу. Коричневый плащ. Оверсайз. Да? Ой, голубой жилет такой. Свежий цвет. Свеженький такой. Давно здесь не проходила. Вот мои подруги итальянки нравился голубой цвет. Вот это вот симпатичный такой. Ботинки. Цвета хаки. Курточка. И брюки. Лучше вот так, да? А то отсвечивает. Так что я иду на встречу с моей подружкой, которую вы видели позавчера, в воскресенье, с мужем. И с другой подругой молдаванкой, эстетисткой. Они все эстетистки, они вместе учились. Здесь учатся на эстетисток три года. Два года учишься, два года диплом, ты можешь просто эстетисткой работать, но не имеешь права открывать твой салон. Три года учишься, берешь три года диплом на эстетиста, имеешь право открывать твой салон собственный. Пять с половиной тысяч евро стоит обучение три года. И вот они выучились, но никто из них не открыл свой салон. Все работают на других, потому что вот многие не решаются свой салон открывать, предпочитают работать за зарплату. Так, посмотрим вот это в витрину. Фуражки, как француженки. Вот это, кстати, недешевая марка. Потому что на Пратадалавале немножко есть солнышко хотя бы. И посмотрим Викола, тоже давно не останавливалась. Посмотрим Викола. Ой, салатовый цвет. Потому что внутри музыка, не буду близко подходить. Фиолетовая сумка. Синяя или фиолетовая сумка? О, такие яркие цвета на весну, девчонки. Платье красное какое-то. Клетка. Пальто и шарф. Девчонки. Девочки-припевочки все. Желтый цвет какой красивый. Прямо свежий. Какой это красивый, свежий лимонный цвет. И здесь вот светло-лиловый. Как же он называется? Это тоже весенний цвет, красивый. Который справа. Пиджак с брюками. Цвет красивый, но не очень-то смотрятся. Брюки какие-то странные. Сумочка очень красиво смотрится. Вот это вот на зеленом, на голубом или на турке за пиджаке, да? Ой, прям в тени, знаете, как прохладно. Я же сегодня пошла домой и поменяла. Собаки выгуливаются. Русские борзые. Как мне одна объяснила моя подписчица, борзые это собаки, а борзые это женщины. Что происходит? О, боже мой, какие-то похороны. Вы представляете это? К чему, когда похороны? Вот этот катафалк называется, да? Когда Собчак, Ксения женилась, замуж вышла. Вот и о чем я рассказывала, не помню уже. Вот у меня память отшибает. Вот видите, тоже какие лиловые цвета красивые. Это простая марка, но смотрится издалека. Очень даже неплохо. Бренд называется Суки. Бренд называется Суки. Бренд называется Суки. По-итальянски так и будет читаться Суки. Я в шоке просто. По-русски, наверное, Зуйки будет, да? Тоже вот простая марка. Мит. Мит, это которые джинсы? Мет или нет? Ой, смотрите, какой зеленый красивый. Весенний цвет. Видите, вот подал пальто. Сразу видно, что нехорошего качества. Ой-ой, как прохладненько в тенечке. А, я должна еще чай купить. У меня опять черный чай заканчивается. Остались две ложки на два утра. Такой чай бархатный. Боже мой, он хоть открыт или закрыт? Не, на обратной дороге куплю, чтобы не таскаться. До 7.30 открыто. Вот это вот, помните, мой Ти-хаус, чайный дом? Питерс. Дальше что у нас? О, Навия. Вон, видите, вдалеке обсерватория Галилея-Галилея. Вот так и не открылся. Опять Италия закрылась на локдаун до Пасхи. Уже точно не откроют до Пасхи. Будем вариться в собственном соку, девчонки. Дальше что мы смотрим? Девочки, припевочки здесь в светлых вещах. Ветерочек, ветерочек. Это у нас центральная улица. Все равно, как женственно в юбке девочка и в сапожках. Тоненькая, стройненькая, шелковые юбки. Так, для любителей архитектуры покажу вот этот вот дом. Чуть-чуть в венецианском стиле. И на этом, девчонки, я вас салютую, потому что моя подруга не любит, чтоб ее снимали на видео. Не хочет, чтоб снимали ни на видео, ни в ютуб. Тоже вот красивых два цвета. Три цвета даже, весенние, которые в фисташковом полупальто. Так, напоследок, ладно, покажу вот эти вот. Для нас, для женщин, халатик домашний. Продолжение следует... Продолжение следует...